Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru Мозг, конечно, понимает с учетом опыта большого общения с людьми и обратной реакции, в том числе в интернете, что большинство все равно подвержено такой определенной прозападной пропаганде. И здесь во всем этом, во всех этих потоках информационных, то есть подать аят и в контексте нашего времени и донести основную суть и мысль. Ну да, то есть мозг готовится к хутбе и будем надеяться на божественное благословение. Если на ваазе останется время, что хутба там коротко, ты думаешь в том числе о том, что люди на улице мерзнут, но, может быть, в конце вааза как раз более спокойно удастся какие-то моменты сформулировать. Мозг добавил интересное слово про западная пропаганда. Я хотел сказать просто пропаганда. На самом деле для многих было бы интереснее. А то сразу, ну вот опять Шамиль на эту Америку наезжать будет. Нет, я на Америку не наезжаю. Недавно с одним из моих друзей списывался, он там 30 лет живет. Все нормально, все в порядке. У него бизнес связан с деревом, с поставкой дерева. Он мой ровесник, чуть младше. Ну, по сути, ровесник. И уже 30 лет, с 91-го года в Америке, и мы года 4 назад виделись. Я говорю, ну и как? Ну, все обычно, по сути дела, то есть в одном из штатов, то есть дом в любом случае в ипотеку и так далее, и так далее. Я говорю, ну, а как вообще ведение бизнеса? Он говорит, ну, по сути дела, все то же самое. Если здесь бывает, что тебе какие-то претензии от МЧС, вот это, вот это предписание, там то же самое. Что вот это, вот так, там то же самое. Люди везде одинаковые. А вот та или иная пропаганда где-то преподносит, ой, такое красивое. Да ладно, за угол зайди. Один мой близкий родственник сейчас полгода отучился в Лондоне. Ну, с учетом всех этих перетрубаций сложных и так далее, подросток. И просто спрашиваем, как. Он говорит, ну, в общем, нормально. То есть много не англичан, но с точки зрения количества англичан все-таки английский язык преобладает, его много. Лондон же там, кого только нет, со всего мира. Я даже спрашиваю, там, ну, разных национальностей. Индусы, пакистанцы, там, ну, разные-разные. Ну, наверное, говорит, там, может, на заработки, потому что жизнь там дорогая. Интересно, в общем, в разговоре, ну, у нас, говорит, лучше, чище в Москве. Ну, человек сам в Москве живет и родился в Москве. Чище, лучше. И там на каждой остановке бомж. Я говорю, а вот тем более, если зайдешь за угол, с центральной улицы, там уже будет целый большой бомжатник. Они просто по очереди ходят и… Ну, так, говорит, они просто сидят и просят милости. Такие осунувшиеся. И вот на каждой остановке. Поэтому, когда все приукрашивают, вот там все так хорошо, а у нас все так плохо, это чистой воды. Что? Конкретная неблагодарность. Жесткая неблагодарность. Я уж не говорю про налоги. Какие там, и какие у нас. И когда кто-то даже из вас скажет, нет, у нас много налогов, давайте… Если вы, может быть, вы никогда бизнесом не занимались, только где-то что-то прочитали, на самом деле в России очень хорошие и очень низкие налоги по сравнению с Европой и с Америкой. И я это говорю, как человек, который платит ежегодно миллион рублей налогов. По секрету скажу. Официально. Поэтому я не имам, который что-то так сказал, не зная дела. Нет, я знаю. Но сегодня, конечно, мир в таком состоянии находится очень непростом. И мне понравилось, как один из крупных пожилых европейских бизнесменов, на РБК, там была статья одна. И он пишет, мы строили бизнес в России 25 лет. Мы столько вложили. А нас сейчас политики заставляют выходить из России. Они вообще понимают, сколько мы вложили. То есть человек вкладывал свои кровные и деньги, и 25 лет. И у него очень известный бренд в Европе. Вот они вообще понимают. И в процессе, интересно, он говорит, нам не хватает политиков, как Черчилль, как такой, как другой, которые реально могут что-то сказать во благо страны, во благо народа. Нету. Давайте, ладно. Это я вам процитирую, потом вы его посмотрите поподробнее. Там еще большая сноска. То, чего сегодня миру не хватает. Часто люди говорят этот момент. Наверное, людям. 48 сура, 4 аят. Я не спеша с моими пояснениями здесь в квадратных скобках вам прочитаю. Он, поясняю, Господь миров, тот, кто низвел спокойствие. Здесь с определенным артиклем асакина. Это важно. В каждом дне, тем более, читающий намаз, какая бы ситуация ни была, он должен, он обязан натренировывать свой дух так, чтобы чувствовать внутреннее душевное спокойствие. Асакина – это одно из ключевых слов вообще в Коране, в хадисах, вообще в мусульманской культуре. Спокойствие. Джухт. Мы прикладываем усилия. Максимальное усилие. Мы стараемся, но при этом мы спокойны. Безделье и спокойствие – это одно. Активность и спокойствие – это совсем другое. А здесь проактивность и спокойствие. Он, Господь миров, тот, кто низвел спокойствие. Асакина также переводится здесь в круглых альтернативный перевод. Тишину, умиротворенность. А вот сейчас внимательно. Это прямо подстрочно. То есть он тот, кто низвел спокойствие, тишину, умиротворенность в сердца верующих. А вот сейчас внимательно. Это подстрочно. Подстрочно. Дабы к их вере прибавилось еще веры. Это чисто подстрочно. Здесь я поясняю. Дабы увеличить запасы их жизненной энергии. Придать больше уверенности в завтрашнем дне и бесстрашие. Спокойствие, оно ограничить, в том числе, с бесстрашием. Ты не раб страхов, беспокойств. Спокойствие – это, в том числе, бесстрашие, если ты активен по своей жизни. Это уже в пояснении. Далее идет. Это концовка аята четвертого. «А ведь Аллаху, Богу, Господу принадлежат войска джунут всех семи небес и земли». Всех. Здесь есть большое пояснение. Из Его бесчетного количества ангелов достаточно одного, чтобы сокрушить вашего врага. Но Он, Господь миров, не допустит этого. Так как жизнь, вы услышали, да? То есть ему принадлежает войско небес и земли. И одного ангела достаточно, это уже из других аятов и хадисов можно подчеркнуть. Одного ангела достаточно, чтобы решить любую проблему. И вообще просто отфутболить планету Земля в какую-нибудь другую галактику. Одного ангела достаточно. Просто как футбольный мяч. Ударить по планете Земля и выкинуть ее в другую галактику. И это все, каждый из этих ангелов. . В Коране сказано. Они во всем покорны Всевышнему и выполняют все то, что Он им прикажет. То есть из Его Всевышнего бесчетного количества ангелов достаточно одного, чтобы сокрушить вашего врага. Но Он, Творец, не допустит этого. Так как жизнь – экзамен. Жизнь – экзамен, где человек должен проявить свои качества, формируемый на протяжении десятилетий характер и свою веру, в том числе, когда происходит враждебное вторжение, либо военное противостояние, и нужно самоотверженно защищать свою Родину, свои идеалы, ценности. Это все в пояснении. Ну, это я писал лет десять назад. Нет, уже больше. И завершается . Аллах – Бог Господь, Он всезнающий и бесконечно мудр. В квадратных пояснениях, порой ставя вас в те или иные неожиданные и неприятные обстоятельства. Ну, те, кто слушают меня все эти последние 25 лет, у меня никогда не было и нет логики, что моя хата с краю, я ничего не знаю. То есть любой верующий человек, он чувствует ответственность. В том числе за происходящее в мире. Ответственность в контексте того, что я могу сделать. В наше время, то есть, не знаю, со вчерашнего дня сегодня, когда ехал на работу ранним утром РБК. Я как раз быстро просматриваю, там слова президента страны. У меня такое… Видно, у него какое-то было вчера выступление. Там как раз бизнес-издание, интернет, оно цитирует. Я думаю, он что, последние пятницы наш ВААС слушал, что ли? Практически, там некоторые мысли один к одному идут. То есть, в любом случае, у каждого человека, гражданина, ощущение, как говорится, про Авраама в Коране. Говорится, он был целой уммой. То есть, ты не думаешь только о себе местечковом, вот мое там, то есть мой кусок хлеба, а всем остальное мне по барабану. Нет, ты думаешь более глобально и стараешься понять вообще, что от тебя зависит, а что от тебя не зависит, чтобы независище по этому поводу не беспокоиться, а чувствовать на самом деле . То есть к вере, чтобы прибавлялось еще веры за счет нашего спокойствия. И вот я обычно, когда еду на работу, либо когда возвращаюсь, мне в дороге минут двадцать, я как раз просматриваю два интернет-издания, бизнес и политика. И, ну, то есть, я реально вот за мир беспокоюсь. То есть, Англия, Америка, они просто, ну, как сказать, мы готовы любые деньги залить, чтобы создать этот конфликт еще более убийственным. То есть, вот такой настрой, вообще не думая ни о ком. Да, там, может быть, их никак ничего не достанет. Ни о ком, ни о своем народе, ни о других странах. Вот готовы любое заливать, все, что угодно. То есть, вот просто. И чуть прокручу назад. Это то, что Насип Талиб, ну, как экономист, но все же в своей книге «Рискуя собственной шкурой», повторюсь, он очень хорошо пишет. В девятнадцатом году это вышла книга. Американские политики никогда не отвечали за свои преступления. И он так жестко, как экономист пишет. Они никогда не отвечали за свои преступления. Ни за Вьетнам, ни за Афганистан, ни за Ирак, ни за Сирию, ни за Ливию. И до сих пор не отвечают. Ни одного из них не поставили перед трибунаном. Поэтому этот беспредел пока продолжается. Единственный, кто поставил этому какое-то что-то. То есть силу, в данном случае. Это только наша сторона. Нужно это понимать и догонять. Все остальные просто трусы.